МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в черте города перевернулся КАМАЗ цементом. В Главном управлении МВД Пермского края расследуется дело березняковских риэлторов. Сегодня свою работу начали августовские думские комиссии. Тур-операторы готовятся к предстоящему открытию авиасообщения с Египтом. Главные новости, о которых сегодня говорят. В столице региона неизвестный открыл стрельбу из автомата. В Пермском крае за яму на дороге подрядчик заплатит 300 тысяч рублей. О самом важном и интересном готовы рассказать и новости на ТНТ. В студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодня в черте города перевернулся КАМАЗ цементом. Авария произошла практически на ровном месте. Многотонный КАМАЗ перевернулся за считанные секунды. На кадрах отчетливо видно, грузовик резко уводит в сторону. По непонятным причинам махина переворачивается. Благо рядом не оказалось других машин. Все бы закончилось плачевно. Водитель КАМАЗа Владимир Иванович с 40-летним опытом вождения серьезно не пострадал. Вот цветофор еще, я тронулся, такая цветофора, был красный. Вы по прямой дороге ехали? По прямой дороге, да, и закусил. Я даже вот так об стол, очнулся, что меня откинуло от столба, я ничего не заметил даже. По дороге разлился цемент, провода провисли. Это центральная улица города, юбилейная. Авария случилась неподалеку от перекрестка с улицы 30 лет Победы. Скорость у большегруза была небольшая. Скорее всего, объяснил водитель, причина в неисправности рулевого управления. Уголовная деятельность березняковских черных риэлторов в главном управлении МВД Пермского края продолжается расследование резонансного дела под грифом «секретно». Подозреваются три риэлтора из Березняков. Сегодня Екатерина Федорова выяснила новые подробности. Это кабинет одной из главных подозреваемых директора крупного в городе агентства недвижимости. Несколько дней назад здесь происходил обыск, полицейские перевернули все документы. Сейчас офис не работает, отсюда потихоньку вывозят все вещи. Кабинет риэлторской организации пустует. Еще в начале месяца здесь заключались с миллионной сделки купли-продажи. Некоторые были не особо чистыми. Директор службы недвижимости под стражей. Ей вменяет статью 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». И еще двое мужчин, по предварительным данным, ее родственники. У одного из них двое несовершеннолетних детей. Обвиняется по 105-й статье «Убийство». Телефон работает, клиенты названивают, а трубку никто не берет. Известное в Березняках агентство недвижимости запятнало свою репутацию. Так рассказала нашему телеканалу сотрудница соседнего офиса. Мне покупатель сказала, что она консультировалась по поводу, в какое агентство для оформления сделки обратиться. И сказали, что сюда лучше не обращаться, потому что агентство нечистое. Ну, в сфере недвижимости всегда всякие махинации можно проворачивать. Полгода следователи отслеживали черных риэлторов. По информации, ставшей известной нашему телеканалу, подозреваемые переписывали квартиры на подставных лиц. А неугодных собственников убивали. И все это происходило в Березняках в течение продолжительного времени. Валентине, работнице Почты России в главпочтамте, пришлось стать понятой при обыске в соседнем офисе недвижимости. Они все документы просматривали и по конкретному делу искали документы. А по какому делу? Их измали. Я не помню, там по поводу мужчины что-то было. Они эти документы откладывали, потом позвонили еще по одному делу, попросили, получается, документы найти. И он еще раз стал повторно просматривать. Если кто-то пострадал от рук черных риэлторов, можете обратиться в полицию или в офис нашей редакции на проспекте Ленина, 47. Пока подозреваемые под стражей, обвинение им не предъявлено. Следователи собирают доказательную базу. От комментариев ввиду секретности правоохранители пока отказываются. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев, новости на ТНТ. К другим темам. В Березняках начались встречи главы города с трудовыми коллективами промышленных предприятий. Сегодня важный разговор состоялся с работниками АВИСМЫ. Вообще подобные встречи с трудовыми коллективами проходили в Березняках год назад. Разговор, наверное, поставим, как всегда. Сначала расскажу кое-что, а затем вопросы... В понятии кое-что на самом деле уместился развернутый доклад о состоянии дел в разных сферах жизни города. Березняковский глава в цифрах и фактах отчитался перед металлургами о том, как тратятся бюджетные деньги и какие планы строит городская администрация на ближайшие несколько лет. В преддверии выборов не обошлось и без обсуждения политических вопросов. Традиционно встреча с мэром проходила в формате диалога. Работники предприятия смогли задать руководителю города все наболевшие вопросы. Эти уточнения по правому берегу меня волнуют, так же, как и всех березняковцев, по инфраструктуре, по спорту, то, что для меня была новость, что каток строится. Ну и, в общем-то, отчет такой, я бы сказал, сбалансированный, незатянутый, ну и интересно, доходчивый. Для меня, как для простого горожанина. Сейчас видеоматериалы визиты главы города к работникам АВИСМЫ находятся в работе. Подробный сюжет об этой встрече вы сможете увидеть в завтрашнем выпуске новостей. И сегодня начали свою работу думские комиссии. Депутаты обсудили сразу несколько важных вопросов, касающихся жизни города. О самых интересных готова рассказать Евгения Кокшарова. Заседание думских комиссий в этот раз проходило не в большом зале заседания, а в малом. Там кондиционеры лучше работают. Начальник полиции Олег Мизин докладывает, в городе сейчас жарко. Причем не только в прямом смысле этого слова. Преступность в Березняках растет небывалыми темпами. Увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Любопытно, большая часть преступников – люди 30-45 лет, со средним образованием, без постоянного места работы. Больше половины преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Но губит людей не только зеленый змей, но и наркотики. Рост обусловлен, прежде всего, больше регистрации таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков. Если в том году было зарегистрировано 75 преступлений, то в этом уже 145. Полицейские обеспокоены ростом преступности на улицах города. В общественных местах совершено 576 преступлений. Между тем депутат Михаил Кузвесов обратился к Олегу Мизину. Ведь люди в веренном ему округе стали бояться ходить по родным дворам. Это район МЖК и школы номер 11. И у меня на участке, на избирательном тоже, приходят, задают вопрос, а будут ли устанавливаться камеры в жилых порталах. Олег Мизин пояснил депутату Кузвесову, одно из градообразующих предприятий оказывает финансовую поддержку для установки 84 камер на всей территории города. Что касается насчет спальных районов, если, скажем так, это место подпадает под наше определение как криминогенное место, там будут установлены камеры. Понятно, что камер на каждый двор не хватит. И полковник Мизин советует людям, обеспокоенным своей безопасностью, ставить камеры в своих дворах за собственные деньги. Кроме того, главный полицейский города доложил, скоро в Березняках будет сформирована добровольная народная дружина, костяк которой это сотрудники охранных агентств. А в это время ряды березняковских полицейских рядеют. Скажите, пожалуйста, вот у вас в отчете написано, 32 человека за первое полугодие были уволены из рядов. А причины, ну, в основном. Олег Мизин пояснил, многие сотрудники уходят на пенсию, но это не единственная причина. Некоторых мы увольняем, которые, скажем так, дискредитируют службу в полиции. И здесь мы не стараемся что-то спрятать, что-то укрыть. То есть, все-таки чистка рядов, она продолжается и еще будет продолжаться. В городе есть и хорошие новости. Проектом решения предусматривается увеличение доходов города почти на 64 миллиона рублей. Почти 60 миллионов будут направлены на возведение Ледового дворца. Всего на строительство крытого катка будет выделено 127 миллионов. Общая стоимость работ на данный момент 211 миллионов рублей. Поддержат ли народные избранники этот грандиозный проект станет известно на ближайшем заседании Городской думы. Евгения Кокшарова, Александр Зебезеев. Новости на ТНТ. Время принять решение. До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться с набором социальных услуг на 2017 год. Управление пенсионного фонда в Березниках напоминает, что до 1 октября каждый федеральный льготник, а их в городе Березники и Усольском районе более 14,5 тысяч, должен определиться с набором социальных услуг. Оставлять набор социальных услуг на 2017 год, так называемый соцпакет, или отказаться от него и получать его в следующем году в натуральной форме или денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену соцуслуг деньгами как полностью, так и частично. Если гражданин уже подавал заявление об отказе от соцпакета и решение его не изменилось, то обращаться в пенсионный фонд не нужно. Если право на соцпакет появилось впервые, или гражданин хочет поменять способ получения набора, то до 1 октября нужно обратиться в управление пенсионного фонда или многофункциональный центр. Стоимость соцпакета составляет 995 рублей 23 копейки в месяц. Продолжим выпуск. Лучшие товары со всей страны у нас в Березниках. В город в очередной раз приехала ярмарка лучших товаров. Где можно купить совсем недорого одежду для первоклашек? Как правильно выбирать мясо и копчености? И в каком городе производят качественный текстиль? Расскажем прямо сейчас. Помню, в детстве так радовалась, когда к 1 сентября мне покупали обновки. Сегодня собрать ребенка к новому учебному году вполне доступно. Главное – места знать. Например, вот здесь рубашечка стоит 400 рублей, юбочка – 200, а футболка для физкультуры – 180. Это натуральный хлопок. Диску обувь, которая в обычных магазинах влетает в копеечку, здесь можно купить совсем недорого. А на сэкономленные деньги приодеться может мама или бабушка первоклашки. Своему чаду берем ортопедический ранец, а себе – новенькую сумку из эко-кожи. А чтобы ваш ученик всегда вовремя ложился спать и не просыпал на первый урок, порадуйте его новым постельным бельем. Здесь есть белье с гоночными машинами и даже с героями из мультфильма «Шрек». Вот так вот ложишься спать и чувствуешь себя, как в сказке. Сатин, поплин, бязь – убедиться в качестве понравившегося комплекта можете сами. Расцветки от благородных пастельных до авангардных ярких. Ивановский текстиль по ценам производителя. На улице жара плюс 30. И чего мы не ожидали увидеть, так это настоящие русские валенки. Ну, как говорится, готов летом не только сани, но и зимнюю обувь. Продолжаем прогулку по торговым рядам. В этой палатке предлагают сувенирную продукцию и посуду из кунгура. Рядом демонстрируют чудо-крышки для консервации продуктов. В нескольких метрах манит своим тонким, свежим цветочным ароматом чайная лапка. У торговцев специями палитра запахов совсем другая. Пряные восточные специи порадуют заядлых кулинаров. Появилось желание приготовить плов или блюдо из мяса – далеко ходить не надо. Вот он, натур-продукт из частных фермерских хозяйств. На каждую продукцию у нас есть сертификаты качества, ветеринарные свидетельства. Оно прошло много обработок. То есть и санфегистанцы, и ветврачи – ну, все у нас сертифицировано. Документы есть и на сало, и на копчености, и на натуральные мясные колбаски. И цены не кусаются. На ярмарке самый большой спрос на мясную и рыбную продукцию. Только от одного аромата копченой рыбы слюнки текут. Но не будем вас больше дразнить, посмотрим, что на сладенькое. Здесь целых три палатки с медом. Можно прийти и сравнить, чем на вкус отличаются алтайский и адыгейский мед, мед с краснодарского края и жидкое золото башкирии. Здесь даже медовухой угостят. Но на работе нельзя, так что пробуем мармеладки. Кстати, мармелад – одна из самых низкокалорийных сладостей. Он такой вкусный, потому что готовится с добавлением натурального сока. Да, вы можете попробовать у нас, можно пробовать любой. Правда? Ну ладно. Попробуйте. Дегустация начинается. Ну не могу никак определиться, тогда заверните мне 50 грамм мишек, 50 грамм червячков, 50 ежевичного мармелада. Ну хватит там уже по ту сторону экрана, а в ряде сладкого. Это ведь я не себе, а чтобы коллег на работе угостить. Вы тоже можете провести собственную дегустацию. Просто приходите на площадь ко Дворцу культуры Металлургов. Ярмарка «Лучшие товары России» развернулась именно там. Продавцы из разных городов будут гостить в Березниках до 26 августа включительно. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И хорошая новость для тех, кто планирует путешествие. Российские туристы появятся в Египте во второй половине октября. Туроператоры России готовятся к предстоящему открытию авиасообщений с Египтом и предупреждают о возможном подорожании туров для россиян. Российские туристы смогут отправиться в долгожданный отпуск на египетские курорты уже в октябре. По информации известий, в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из Российской Федерации отправится в Египет во второй половине месяца. Однако, как показывает премьер Турции, надеяться на цены прошлых лет российским гражданам не стоит. Далее цитата. Основное требование обеспечения безопасности пассажиров подразумевало под собой совершенно очевидные механизмы. Подразумевается подготовка оборудования, отдельные терминалы и участие нашего персонала в приеме и отправке бортов. Для российских туристов будет отведен либо отдельный выход, либо целый терминал в одном из аэропортов страны, который будет наиболее подготовлен к этому моменту. Ошибки быть просто не может. Что касается курортных зон, то на территории, к примеру, Шарм-эль-Шейха или Хургады безопасность обеспечена. Там не было трагических случаев. Есть места, куда не рекомендовано ездить туристам. Каир, Александрия, Луксор. Конец цитаты. Вместе с этим существует вероятность того, что стоимость туров Египет после открытия может оказаться выше, чем на аналогичные даты. В прошлые годы такую тенденцию после открытия авиасообщения с Россией уже продемонстрировала Турция. Ну а тем, кто предпочитает путешествовать по краю, будет интересен следующий наш материал. Известный танцевальный коллектив «Мечта» с успехом выступил на празднике черничного пирога в Красновейшерске. Хотелось бы сказать, и я там была, но не всем так посчастливилась. Видео предоставлено участниками коллектива. Черничное варенье выглядит настолько аппетитно, что кажется, чувствуешь его аромат. А пирожки какие, ну точно пальчики оближешь. И пекут их в русской печи тут же на улице. Праздник черники, черничного пирога вновь собрал несколько тысяч гостей. Организаторы постарались развлечения на любой вкус. Тут тебе и конкурсы, и забавы, спортивные состязания. Ну и, конечно, ярмарка народных промыслов. Не перевелись на Вишере умельцы. Любой себе найдет сувенир по вкусу. И, кстати, о вкусах. Здесь же выбирали и самое вкусное кулинарное черничное произведение. Но наших танцоров из мечты, особенно времени на развлечения не было. Как всегда, ярко и задором они выступили на концерте, несколько раз сменив костюмы. Напомню, в 2012 году в честь 70-летия Красновейшерска для праздника был изготовлен самый длинный черничный пирог – более 70 метров. Это достижение было официально зарегистрировано в книге рекордов России. А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, выясняли на видео необычные события или происшествия, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Это были главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. Редактор субтитров А.Семкин